Здравствуйте, спасибо, до свидания. Сейчас муж придет на машине, он заберет. Сфотографировали со всех сторон коробку. Мы заезжаем с другой стороны. А можете сказать по гейлакам, чё почём? А слайдеры в какую цену? А сколько вот эти пилочки стоят? А вот эти кисточки в какую цену? Апельсиновые палочки? А российские это чье производство? А, это типа маратон, да? Всем большой привет, добро пожаловать на канал, новый день. Ох, ветрище. Сейчас меня не будет слышно. Взяду в машину, расскажу. Вчера был дождь, потом мороз. И сейчас вот такой вот лёд. Очень скользко. Он говорит, я возле Феличи. Феличи это на другой стороне дома. Я пошла, обошла, всё. Не могу найти его, звоню. Я говорю, ты где? А ты где? Я говорю, я возле Феличи. А я подъехал к подъезду. Хоть бы позвонил, бы сказал. Ну, знаю как ты собираешься. Я думал, ты ещё долго там будешь. Я замёрзла, по ухабам этим, блин, смотри. Очень скользко, вот всё. Ты видел сейчас, как машину вело? Мы едем сейчас в пункт выдачи деловых линий, забрать вытяжку напольную, педикюрную. Взяла с собой рециркулятор. Думаю, сейчас позвоню в сервисный центр. Вдруг у них в Москве где-то есть сервисные центры. Но у них не рабочий день сегодня. Телефон, там, автоответчик сбрасывает. Спасибо, говорит, до свидания. Здравствуйте, спасибо, до свидания. И всё. На улице красота. Смотрю в парк, там ещё ёлочки стоят нарядные. Блин, и понимаешь, сколько много мы упустили, да? Все просидев дома. Ну ладно. Самое главное, все здоровы. Красиво так. О, это целый замок. Дома, конечно, здесь. Вот этот дом, смотрите, какой красивый. И этот вот прям целый замок. Колокольня ещё наверху не хватает. Выехали на МКАД и сразу в пробку. Будем любоваться тогда вот этими грязными полями. Район Бирюлёва. Их даже видно с наших домов. Вот, грубо, как они дымят. Такие огромные, да. Вот, смотрите, видите, мне пришло сообщение. Новая запись сайта. Отклоните или подтвердите заявку. Я нажимаю и перехожу в приложение. Вот он, колокольчик. И вот на 24 января хотят записать. Я набираю одобрить. Нажимаю. И программа говорит. Давайте отправим сообщение об этом. Вот. И всё. И сама программа вот такое сообщение отправляет. Заехали на заправку. Сейчас заодно здесь возьмём кофе. Вот такое прикольное кофе здесь. Вернее, стаканчики прикольные очень. Новогодние. Лукойловские. Мы приехали уже. Деловые линии. А, подожди. Там написано, чтобы заехать, нужно пропуск оформить. Максим, на машину. Зачем? Написано так в памятке было. Он памятку скинул. Мы припарковываемся. Я сейчас ещё раз перечитаю эту памятку. Там написано, как получать груз. Там нужно проверить количество мест, занятых по накладной. Целостность упаковки. Если что-то не так, там написано, как сразу составить претензию, чтобы это всё ушло обратно. А там проверить нужно? Нет, нельзя. Там только ты снаружи всё проверяешь, чтобы целостность была не нарушена. А за содержимое они не отвечают. Так, всё, мы пошли оформляться. Ничего платить не пришлось. Всё, оказывается, отправителем оплачено. Нам нужны сейчас ворота номер 2. И всё, мы их осматриваем, получаем груз. Сюда можно заехать на машине. Вот как я вижу, здесь машины стоят. Нам нужны ворота номер 2. Малогабаритный груз. О, а где? А, туда, наверное, надо идти. Пойду там ждать Макса. Он сейчас подъедет. Вот они, ворота номер 2. Сейчас муж придёт на машине, он заберёт. Вот вывозит палеты такие. А как тогда проверить место это всё? Потом загружают в машину. Ну, количество мест у нас тут не получилось проверить, потому что вывезли всё на вот такой вот штуке. Ну, то есть... Сфотографировали со всех сторон коробку. И тут написано, осторожно, хрупко, не бросать, не переворачивать. А нам перевёрнутую дали её. Надеюсь, что ничего не случилось. Из плюсов это то, что нам не пришлось ни за что платить. А из минусов это то, что мы не смогли проверить количество мест. И что? А, и ещё, короче, я говорю Максу, раз уж мы выехали, давай заедем на садовод, перчатки купим. Потому что я посмотрела, там перчатки 350-400 рублей можно найти. А если заказывать на сайтах, минимум 700 рублей. И ещё один очень главный минус это то, что нет деревянной вот этой вот обшивки. Я смотрела распаковку этой вытяжки там у кого-то на канале. Им эта вытяжка пришла в... Как от палетов есть вот эти доски, такой сколотили как бы такой каркас. И она, как получается, хорошо защищена коробка. А здесь она поцарапана, потёрта. Я надеюсь, что это не повредило вытяжки. В любом случае, сделали фотографии. Снимать буду распаковку также на камеру, чтобы можно было доказать, что вытяжка пришла в таком состоянии. Мы подъезжаем уже к садоводу. Нам нужна линия номер 7. Кстати, кому-то, может быть, будет интересно ногтевые товары. Там этот ряд именно косметика, там всё, что для ногтей. Мне нужны расходники, перчатки, апельсиновые палочки, бафики. А ещё я там видела, знаете, по 100 или 150 рублей, целая пачка деревянных шпателей для депиляции. К ним хорошо подходят сменные файлы от Stalix. То есть, деревянные будут одноразовые пилочки. Там 100 штук упаковки, 100 рублей. Кстати, если вы переживаете, что мы больные, ездим, мы уже не больные. Мы всё-таки ждём сегодня отрицательного теста. Мы чувствуем себя уже давным-давно хорошо. Поэтому мы позволили себе сегодня поехать. Не переживайте, никого мы не заразим, мы будем в маске. Так, нам нужна седьмая линия. Я всегда раньше путала. Вход номер такой-то. А там вот дальше, если смотреть, линия 20-21. Видите, нам нужна седьмая. Там косметика всякое такое разное. Она должна с той стороны заехать. С самой со стороны. Кстати, кому-то, если что-то интересное здесь на садоводе, вы пишите, я прям отдельно всё это соберу. Всё, кому что интересно. И потом прям целенаправленно. Ну, я по-любому буду сюда ездить. Я буду теперь только здесь покупать расходники. И по запросам как раз-таки буду проходиться по интересам, по вашим. Возможно, даже, что-то у меня такая мысль появилась. Что-то прикупить и отправлять вам. Там, допустим, аппараты. Если здесь можно стронг купить, проверить, конечно, качество его. Потому что бывают стронги очень хорошие. А мы всё? Всё, да, мы выезжаем? Да, мы выезжаем. Всё взяли, всё посмотрели. В общем, мой муж решил выехать. Вот. И, в общем, может быть, кому-то будет интересна такая тема. Пишите. Я прям соберу все вот эти ваши сообщения. Прямо в отдельном видео мы с вами поговорим на эту тему. Мы заезжаем с другой стороны. Ну, то есть, с центрального входа. Как заезжать сюда автобусы? Так, мы нашли седьмую линию. Сейчас идём искать косметику. Короче, как заходишь сюда на седьмую линию, сразу здесь начинаются вот они, эти магазинчики. Здесь косметика есть. Всё для манигюрован. Лампы я уже вижу. Вот здесь вот тоже всё такое всякое разное. Сейчас будем ходить, спрашивать, чё почём. Вот ещё один из магазинчиков. Смотрите, здесь и подставочки есть. И маски, пелёнки, перчатки. Под ножки, под этот, под педикюр. Мы сейчас зашли, спросили, вон там уновские лаки стоят. В общем, в другом магазине они стоят 150 рублей. Один бутылёк, но это, конечно же, не оригинал. Хотя они утверждают, что это фабричный Китай. Но это уже говорит о том, что это не оригинал. В общем, сейчас зайдём сюда, приценив всё. Может быть, даже нам разрешат поснимать здесь. Не три макска, кстати, перчатки. Вот эмочка, можно посмотреть её. Она не очень тонкая, в принципе, как такие перчатки, которыми я сейчас пользуюсь. Не, не, я вас не буду. Так, в общем, вот эти вот шпатели 100 штук, 100 рублей, да? Да. А вот скажите, пожалуйста, вот там стоят подставки под руки. Они в какую цену? Маленькие 450 рублей, а вообще 500 рублей. А перчатки? 350 рублей. 350 рублей. Можно даже сейчас нам сразу взять. А вот это фотофон, да? Да. Ой, интересно. 250. А можете сказать по гелакам, чё почём? По гелакам вот такие есть базоцветные, 200 рублей. Флекс, топ и база есть, 200 рублей. Всё полигели есть по 250 рублей. Большие 350. База и топ есть 150 рублей. А это есть вот такие. 120 рублей. 120. А слайдеры в какую цену? Слайдеры 35 рублей. 35 рублей. Такие красивые. А сколько вот эти пилочки стоят, вот эта вот упаковка? Такой 250 рублей. 100 на 180 грит пилочки. А вот эти кисточки в какую цену? Тоненькие. Три штуки. 150 рублей. Апельсиновые палочки? 100 рублей. А вот эти полосочки по чём? 50 рублей. Фрезы вот такие российские по 50 рублей. Ещё есть китайские 35 рублей. Для снятия всё по 150 рублей. А российские это чьё производство? Это российский Волгоград. А есть вот российские вот такого диаметра шарики? Да, снятия снятия. А, Владмиво, да, это хорошие фрезы. Шарик. 40, да, диаметр? Это 40, да. Это по чему получается? Так, один штук 50 рублей. 250 рублей, получается. 250. Отлично. Если вот такой набор, такой набор, 500 рублей, 10 штук. А вот это что такое? Это жидкая файлая такая. Вот палитра. А, ой, какие красивые. Вот такая. А, жидкая файлая. А, скажите, пожалуйста, вот... Вот эти вот средства почём? Литровые 500 рублей стоят. По литровой 350 рублей. Так, ещё что интересно было. Было интересно про аппараты тоже покажите. Да, аппараты. Так, а вот это вот розовенькие. Такой 2500. 2500. А, это типа маратон, да? У меня есть оригинальный. 5000 стоит. Маратон? Да. О, хорошо. А вот эти пылесосы почём? У вас 750 рублей. А, воскоплавы? Воскоплавы 500 рублей стоят. Это для кутикулы, да, Мац? Они просто такие объёмные, наверное, для салона. 75 миллиметров. Ага, 150, да, рублей? А вот эти... А вот эти... А вот такие цветные базы есть у нас. Ещё есть отдельные фирмы, которые только у нас есть. Мирфэйшн. Под заказом. Ага. Ещё есть вот такие... Рабер базы, да, по 150 рублей. Уна. Вот это эластик. А вот эти вот большие? Большой? 50 миллиграмм, 350 рублей. А то тут 250. Мы взяли всё, что нам нужно было. И так удачно вышли. Максюнь, давай туда зарулим. Возьмём что-нибудь в дорогу с тобой. Короче, вот, девчат. Если заходите сюда, сразу здесь седьмая линия. Вот именно здесь есть вот эти магазинчики. Ногтевые. Чуть-чуть замёрзли. Взяли вот такую непонятную штуку. С мясом. С мясом в хачапуре. Сидим, едим. Как вам такой мини-обзорчик? Если понравилось, пишите. Жду от вас обратной связи. Буду снимать побольше. Может быть, даже не то, что касаемо маникюра. Может, что-то другое. Там парикмахеров, там ещё кого-то. Поэтому пишите. Если интересно, буду прям целенаправленно ходить. И показывать вам, что почём. Может быть, даже что-то смогу купить и отправить вам. Это я мужу сказала. Ну, надо прыгать. Деревянных шпателей для депиляции. Но они очень хорошо подходят для... На этих... Сталикс. Есть пилочки? Они очень хорошо подходят. К ним хорошо подходят смелые. Как вам такой мини-обзорчик? Жду от вас обрядной связи. Обрядной? Обрядной связи. Связи. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...